Музыка Мы приехали в аквапарк, который располагается в городе Бенидорм. Музыка Юрий, это самый большой аквапарк в Испании или Европе? Я не знаю. Сейчас Эверин нам расскажет про этот зоопарк. Сейчас Эверин расскажет нам про этот аквапарк. Она всю дорогу изучала. Уникальный. Самый уникальный аквапарк в Европе. Пойдемте посмотрим, в чем его уникальность заключается. Что ты тут еще изучила? Я изучила всю карту аквапарка. Эверин изучила всю карту. Если мне получится на территории аквапарка снимать, я с радостью бы занялась этим. Это карта. Это есть аквапарк. Вот сейчас я покажу карту. Здесь вообще аквапарка нет. Вот это аквапарк. Аквапарк. Здесь есть 17 вещей под номерами. Куда можешь ходить? Хорошо. Горок и бассейнов. Я предполагаю, что на самые высокие горки я точно не пойду. Давайте-ка я сниму, как здесь красиво. Действительно, это прям как райский уголочек. Зеленый, яркий, такой красивый. О, блаженный тенечек. Так, я сейчас обойду вот это вот, чтобы заснять. Ну вот, это Акваландия, куда мы направляемся. Вода 24 градуса в аквапарке. И билет на это развлечение достаточно дорогой. Сейчас за всю семью, за четырех на заплате, сколько юрид? Больше 130 евро. Больше 130 евро сейчас у нас идут на то, чтобы оплатить вход в этот аквапарк. Мы на территории аквапарка. Так, мы переоделись. Намазались солнцезащитным кремом. Очень тщательно, чтобы не сгореть здесь под жарким испанским солнышком. Дали наши вещи в ящичек. Закрыли его под замочечек. Так, и теперь пойдем. Так, куда наш папа пошел? Куда? И теперь идем исследовать территорию аквапарка. Первыми идут в воду Эвелин и Анника. Самые рисковые. Как водичка? Холодно? Нет. Так, и сейчас, я так понимаю, мы здесь где-то будем плавать. По кругу. Уносит течение? Уносит течение? А, значит, течение несет туда. Он везет туда. Он везет туда. Так, ну вот теперь присоединился к детям и папам. Ну вот самые высокие горки находятся вот там. Я думаю, туда мы точно не пойдем. Так, а моя семья уплыла вот в том направлении. И я думаю, что сейчас через какое-то время они появятся где-то здесь. Я их жду. Хожу, специально снимаю. Так, а вот плывут мои домочадцы. Как там? Буль-буль. Это Эвелин и Слава. Ну вот там плывут. Плывут мои муськи. Вы так и не поняли, можно здесь снимать на территории аквапарта или нет. Стоял знак, запрещающий использование телефона и использование вспышки. Ну вот про Гоу-Про не было ничего. Я пока хожу, снимаю на свой страх. Элис. Вы посмотрите, какая красота. Оазис. Так, это зона, где можно полежать. Здесь достаточно много шезлонгов, все свободные. Видимо, никто сейчас под солнышком лежать не хочет. А вот этот вот бассейн, который имитирует море. Здесь волны поднимаются. Посмотрите, какая шикарная пальма. Она такая, она такая толстая. Вот я не знаю, видно ли на камере или нет, но вот это вот имитация моря. Вот здесь волны, волны в этом бассейне. Достаточно большая территория у этого аквапарка. Все под открытым небом. Классно. Посмотрите, какое оригинальное место для того, чтобы затушить сигарету. Песок и вот сюда вотнуты сигареты. Но вот кто на что обращает внимание, а я вот такие мелочи замечаю. Так, а вот и схема этого аквапарка, где мы уже успели побывать. Вот мы здесь по этому кругу уже поплавали. Вот тут мы побывали. Мы точно, да, мы точно знаем, что мы не пойдем сюда. Сюда. Мы точно знаем, что мы не пойдем сюда. Это горочки нет для нас. Мы сейчас посмотрим что-нибудь поприятнее. Уже не вот на эту подказку я пойду. Ага, хорошо. Пойдемте на какую-то горку. Пойдемте на какую-то горку, говорит Анника. Тебе холодно, зайенька? Я сюда хочу. Куда? Уходят горки. А, вот детская. Детская какая-то. Гейзер, да? Гейзер. Гейзер. А сюда гейзер. Пойдемте туда. Так, по-моему, Аннике холодно. Она дрожит. В Испании. Ну, вода 24 градуса. И здесь дует ветерок. Поэтому, когда выходишь, охлаждает, конечно, тебя сильно. Вот этот аттракцион называется Гейзер. Наша Анника хочет вот туда, на эти горки. Но мы со стороны смотрим. И, честно говоря, как-то страшно. Мам, где-то шезлонгов стоит 5 евро, оказывается. Я думала, здесь так много. Ложись на любой. Ан, нет. Не все так просто. И если ты хочешь в бассейне взять бублик и в бассейне поплавать на этом бублике, ты должен заплатить за этот бублик при 50. Мало того, что ты платишь дорогостоящий билет, а тут еще за каждую мелочь внутри и на территории бассейна ты еще будешь платить. Наши детки пошли на детский водный парк. Здесь и высота горочек спокойная, и глубина хорошая. В общем, пока они призвятся здесь. Ну, кто это там с горочки? Там интереснее. А, кстати, дно бассейна такое шершавое, чтобы не подскользнуться. Так, ходить босиком здесь настоящий челлендж. Просто без обуви невозможно. Невероятно горячая плитка. Пойдемте наверх. Наверх пойдем. Поисследуем парк. Слева и справа здесь столовые зоны. Открытое помещение со столиками. Своей едой дороги. А, сюда можно прийти за своей едой покушать. Здесь область джакузи. Тапах воды так освежает. Он такой вкусный. Вот эта часть бассейна называется Ниагара. Аттракцион Зигзаг. Один зигзаг маленький, другой зигзаг большой. Это, я так понимаю, зигзаг для детей. А вот там зигзаг, вон он там, мимо деревьев с зигзагообразными движениями спускается куда-то вот сюда. О, вот кто в синёчке хочет посидеть, тот сюда идет. Это к синёчке хватает. К синёчке хватает, да, действительно. Ой, вид какой прекрасный. Горы. Внизу город лежит. Ай, красота. Бенедуарно. Бенедуарно. Как мы говорим? Да. Бенедуарно. Вот все эти высотки. Это и есть этот город. Вот на эту белую горку идут с матрасиками. И скатываются на матрасиках с неё. А не на своей кожице. О, друзья, вот это горка для камикадзе. 45 градусов наклон. И вот это вот здесь всё, это полоса торможения, и потом человек вылетает в бассейн. Я могу себе представить, какое он сопротивление здесь испытывает. Ааа, кто-то летит, мама! О, девушка там остановилась, не дошла до бассейна. А парень вылетел, потяжелее, видимо. Так, теперь мы пойдём, уберём ящичек под замочек в мою камеру. Уберём очки, потому что в очках здесь тоже нежелательно находиться. И пойдём уже всей смелой в бассейн развлекаться. Потому что всё это время я ходила специально с камерой, снимала для своего блога видео. А теперь можно и развлечься покупателям. Вот в такие шкафчики убираются вещи, и тебе даётся ключик на резиночке. Кстати, это платная услуга. Сколько это стоит? Ну, 8 евро. 8 евро? Большой шкафчик, да. Маленький есть. Большой шкафчик – 8 евро. Вот. Вот. Ну, всё. Убираем камеру. Вот. Итак, мы посетили аквапарк, акваландию. Остались невероятно довольны нашим посещением. Анника у нас, среди нас оказалась самым большим экстримщиком. Она прокатилась с той горки, на которую мы вообще не рискнули пойти. Анника, как твои впечатления, Данька? Ну, ужасно. Ну, совершенно ужасно, если надо. Она сказала, болит спина, больше она на эту горку не поедёт. Ну, попробовать нужно было. Ну, попробовать нужно было. Ну, попробовать нужно было. Вот так. Это хуже делать. Мы отправляемся теперь в какой-нибудь ресторан, чтобы пообедать. Мы всегда после клавани идём куда-то покужим. Я знаю почему. Почему? Потому что, когда ты купаешься, ты можешь каждый дом. Тебе попадает иногда вот эта вода. А ножки попадают. И ты их захочешь кушать всё равно. А, можно я поснимать, да? Давай. Хей! Всем привет! С вами Юлия! Так, я могу себе представить, какая температура сейчас там, внутри салона. Открываем и проветриваем. Аня, открывай дверь и проветриваем машину. Держи. Сейчас будем искать. Сейчас мы будем искать ресторанчики на Google-карте, куда мы можем поехать.